Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Тема сегодняшнего видео очень интересная. Подобное видео уже существует, но когда одна моя зрительница написала мне о том, как нужно, как можно, точнее, могла ли бы я поделиться секретами подбора цвета, потому что очень многие заметили, что красное пальто плюс красный свитер, да еще плюс красные штанишки, это то, что делает мне вау, такой эффект на лице. Я называю это эффект фотошопа. И она спросила мне, Яна, не могли бы вы поделиться секретом, вот как подобрать такой цвет? И я попыталась найти ей видео, которое уже было на эту тему, и не смогла найти, потому что, ну, столько видео я записала, видимо, хэштеги плохо прописываю, и, соответственно, сама даже на своем канале это видео не нашла. Речь пойдет о том, как выбрать цвет к лицу, который будет нам делать эффект фотошопа. И секрет очень-очень простой. Простой и сложный одновременно. Все цвета, неважно, желтый, красный, красный, зеленый, фиолетовый, любой цвет. Очень часто, кстати, мы думаем, что нам не идет тот или иной цвет. Все цвета могут нам подходить, все цвета могут нам не подходить. Это зависит от подтона. Подтон может быть холодный, потом может быть теплый. В моем случае, если красный имеет холодный подтон, он будет меня портить. У меня будет, знаете, такое лицо голубоватое, на самом деле очень-очень некрасивое. В то время как, если красный цвет будет иметь теплый подтон, то я буду выглядеть очень-очень хорошо. У меня есть картина красная. Если я ставлю ее за спиной, то, как правило, я выгляжу хорошо, потому что картина написана в теплых, в теплых тонах. Там используется золотистый, там используется красный. И этот красный теплый. И могу сказать, что, в общем-то, секрет, он только один и только такой. Он очень прост, этот секрет. Каждый из вас сможет применять такой секрет. Каждый из вас. Если вы, мужчины, смотрите мое видео, сложное заключается в том, могу вам сказать, как человек, который рисует, что, в общем-то, я до сих пор не научилась на глаз определять теплый цвет либо холодный цвет. Я попыталась найти в своей гардеробной цвета, которые были бы одного, скажем так, одного цвета, но разного подтона. И вы знаете, я поняла, что я не смогла такие цвета найти, потому что у меня, по всей видимости, очень хорошо подобран гардероб. Когда-то интуитивно я поняла, что все эти цвета мне нужно прикладывать и мерить. И только так вы сможете определить, даже если вы на глаз, определили и вам кажется, что вот этот синий – это теплый либо холодный подтон, который вам и нужен, то только примерив, вы сможете распознать вот этот вау-эффект, как я его называю, эффект фотошопа. Так вот, я к этому выводу пришла достаточно недавно, наверное, год, возможно, полтора. До этого, по всей видимости, я интуитивно выбирала цвета. И в моей гардеробной нет цветов, которые мне не идут. По крайней мере, вот для видео я не смогла их найти. И покажу вам два красных, которые все-таки, все-таки по тону отличаются. Вот я сейчас рядом с собой поставлю, я думаю, что зрители сразу поймут, какой цвет мне идет. Конечно же, вот этот. И вот только когда мы два цвета будем иметь в руке, только тогда мы сможем определить, этот цвет теплый либо этот цвет холодный. Очевидно, что этот цвет теплый, он будет мне очень идти. Этот цвет, он не такой теплый, скажем так, и он будет мне меньше идти. Вот и все. Хотя здесь несколько другая ситуация, потому что и сами цвета по себе все-таки, они отличаются, да? Но этот цвет не такой теплый. Я хотела показать вам также желтый. Этот желтый, это явно холодный цвет. Но я не нашла свой желтый свитер, как всегда, в случае с кем, кто у меня там убегал. Леопард у меня убегал, и я его долго не могла найти. Вот так же с этим желтым свитером. Кстати, часто я получаю комплименты, когда в том желтом свитере записываю. А вот это, я взяла этот свитер из детского гардероба, и это холодный цвет. Он мне не идет. Вот я приложила, но никак мне, да? Вот давайте я вот этот приложу, и мне, смотрите, как здорово, 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 здорово. Поэтому, в общем-то, очень и очень простой секрет. Как поступать с этой информацией, которую вы знаете? Прежде всего, не доверять на глаз. Вот вам показалось, что этот цвет холодный, либо вам показалось, что этот цвет теплый. Кстати, холодный или теплый цвет относится также к бижутерии, относится также к золоту. То есть оно может быть белого цвета, оно может быть желтого цвета. Я, например, поняла, что у меня все-таки желтое золото больше к лицу, чем серебряные оттенки бижутерии. Поэтому тоже эта информация нам в помощь. Я решила и картину поставить, чтобы вы смогли оценить эффект. Стало я лучше видеть в кадре, либо нет. Но, правда, я и ракурс чуть-чуть поменяла, пока двигала картину. Буквально два слова мне бы хотело сказать о том, как сочетать яркие цвета. Если вы будете сочетать не более трех цветов в одном ансамбле, допустим, у вас пять предметов одежды, либо три предмета одежды, и при этом у вас будет не более трех цветов в одном ансамбле, вы будете выглядеть очень гармонично и очень хорошо. Это значит, что вы можете использовать даже очень яркие цвета, используя прежде всего к лицу тот цвет, который вам идет, а, возможно, тот цвет, который вас не очень украшает, использовать в нижних слоях одежды, точнее, на нижней части нашего тела. Допустим, юбка розовая, розовая нас не очень украшает, либо юбка синяя, синий нас не очень украшает. Кстати, это очень важно понимать, что мы можем внедрять в свой гардероб вещи того цвета, который нам нравится, но который нас не очень украшает, потому что имеет неподходящий нам потон, в моем случае это всегда будет холодный потон. Так вот, эти вещи все равно мы можем внедрять в свой гардероб, если будем их использовать на нижней части нашего туловища. То есть это может быть край юбки, это может быть край платья, это могут быть брюки. Вот здесь на самом деле полет фантазии не ограничен, и то же самое касается аксессуаров. Мы можем иметь сумку любого цвета и обувь любого цвета, просто потому что это не прилегает к нашему лицу. В то время как та одежда, которая находится в непосредственной близости с нашим лицом, должна все-таки иметь тот потон, который и будет нас украшать. При этом, повторюсь, сочетая не более трех цветов, не важно какого оттенка, с каким потоном, с холодным или с теплым, мы всегда будем выглядеть очень и очень гармонично. Но могу сказать, что по собственному опыту я за собой заметила, что как правило сочетаю всего лишь два цвета, и тогда образы получаются не просто красивыми и яркими, они получаются также и очень и очень контрастными. Имейте также в виду, что черный, белый, серый, который, кстати, тоже может иметь свой потон, и также бежевый может иметь свой потон. Вот эти четыре цвета, они прекрасно миксуются, прекрасно компонуются с любыми яркими цветами. Любой цвет нужно мерить. Я могу вам сказать, что я до сих пор свой красный, ну, в принципе, научилась видеть, но все-таки не доверяю своему глазу, а доверяю отражению в зеркале. Поэтому, если я нашла свой цвет, я всегда его прикладываю. До того, как несу в примерочную, смотрю на себя прямо-таки в разные зеркала, к счастью, в магазинах сейчас зеркал много, и смотрю на себя при разном освещении с цветом изделия, которое я прикладываю к лицу. И могу вам сказать, что да, если вы заметите, что вы так же причесана, так же накрашена, но вдруг-вдруг у вас прямо-таки глаза голубеют, волосы становятся более блондинистыми, значит, что это ваш цвет. Только в этом случае примеряйте его, потому что вам может понравиться сама идея красного пальто. Как я, кстати, искала себе красное пальто, я записывала видео, говорила, что я мерила пальто Мануэла. Именно его я хотела купить, но у него красный с холодным подтоном. И как я его не мерила, как я его не прикладывала, не примеряла, не вертелась перед зеркалом, я понимала, что эта вещь меня не украшает. И, кстати, та же самая ситуация с бежевым пальто Мануэла. Я не знаю, какой конкретно там цвет, но совершенно точно, когда вот тот бежевый я надеваю, меня он не украшает. Так вот, я вспомнила, что я хотела сказать до того, как начала двигать картину. Хотела вам сказать, что ваше отношение, точнее, отношение вашей внешности с цветом будет меняться в зависимости от того, в зависимости от того, загораете вы или нет, красите вы волосы или нет. Например, когда я в темном цвете нахожусь, я себе нравлюсь меньше, но совершенно точно могу сказать, что мне идет гораздо большая палитра цветов. Удивительно, но факт, как только я становлюсь блондинкой, мне, например, перестает идти розовый определенного оттенка, который меня очень украшает, когда у меня темные волосы. И точно так же ситуация обстоит с загаром, и точно так же ситуация обстоит с красной помадой. Не случайно сегодня я решила записать с красной помадой. Хочу сказать вам вот такой также секрет. Вы знаете, что я за красную помаду, за то, чтобы мои зрительницы ее хотя бы примеряли, внедряли в свою повседневную жизнь за красный лак для ногтей. Но могу вам сказать, если вы задумали надеть определенную вещь, которая будет у вас, что называется, вам к лицу, и так же накрасить губы красной помадой, я вам искренне советую губы красить уже после того, как вы оделись, потому что вы сможете выдвинуть прямо-таки помаду, как я говорила, нужно примерять цвет, приложить ее к губам и посмотреть. Вот в этой одежде этот цвет красный на губах, он вам идет, либо он вас портит, потому что если я надеваю розовую одежду и крашу губы красной помадой, которая мне безумно, как мне кажется, идет, могу сказать, что я выгляжу хуже. Стоит мне надеть, допустим, белую вещь, вот на самом деле любого другого цвета вещь, в особенности, кстати, серые вещи очень хорошо у меня с красной помадой, на мне сочетаются, я сразу начинаю выглядеть гораздо-гораздо лучше. Поэтому цвет – это очень и очень важно. Все достаточно просто, потому что нужно просто-напросто взять, приложить, либо примерить, но и все достаточно сложно, потому что, к сожалению, к сожалению, нам предлагается мало ярких цветов. Многие обратили внимание на стрит-стайле, на зеленое пальто. Действительно, зеленое пальто из умудного цвета пальто – это прекрасная вещь, но я, например, на витринах не встречала. Встречала на модницах, а, в общем-то, за всю мою долгую жизнь шопера могу сказать, что я ни разу не встретила зеленое пальто того цвета, который бы мне понравился, который бы мне захотелось примерить, да, возможно, вообще зеленого пальто в своей жизни я и не встречала. Поэтому с цветами в этом плане все достаточно сложно. Свои цвета нужно искать. Но я искренне желаю вам добавить цвета в свой гардероб. Прежде всего, добавить цвета к лицу, который вас украшает, который делает вам эффект фотошопа. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем классного выглядеть, чувствовать себя классно на фэшной волне, несмотря на то, что еще у многих не очень-не очень тепло, и несмотря на то, что все-таки мы находимся, ну, как, если верить, семейная организация здравоохранения в разгар коронавируса. Желаю всем классно выглядеть, также классно себя чувствовать. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.